Глядя на нее, кажется, что она родилась для того, чтобы делать этот мир красивым, помогать людям одеваться со вкусом. Карьера Оксаны Лебедко началась в магазине ткани и доме моделей. После была работа управляющей и байером в известном мультибрендовом бутике. Идея открыть свой бизнес реализовалась тогда, когда появилась помощница в лице старшей дочери. К тому моменту Ярославна уже стала дипломированным экономистом. Вслед за салоном белья «Феромон» открылся бутик «Школа». Школа, потому что это больше, чем место, где можно красиво одеться. Это скорее клуб, где близкие по духу люди проводят время в общении, получая новые знания. На самом деле, к этому интерес был всегда. Я всегда хотела выглядеть не так, как другие. Я одевала своих кукол, причем очень тщательно одевала. Я им шила нижнее белье. А уже будучи в шестом классе, когда мне было 12 лет, на уроке труда, я сказала, что я не хочу шить ночную рубашку. Я хочу шить сарафан. И сейчас она моя коллега, а на тот момент она была моим педагогом, Валентина Ивановна. Она мне сказала, ну хорошо, если ты считаешь, что ты справишься, шей. И я сшила себе сарафан. Профильное образование мое, на самом деле, складывалось очень интересно и достаточно непросто. Я решила, что я буду художником-модельером. Но так как в Челябинске высшего учебного заведения на тот момент не было, я поступила на техническую специальность, на инженерно-строитель факультет. Я почему-то решила, что я могу быть архитектором, но проучившись буквально два года, я поняла, что это вообще не мое. Я вышла замуж, родила ребенка, и я ушла с этого института на факультет сервиса легкопромышленного института. Вот там я была уже в своей среде. Заслуга родителей, заслуга моей мамы. Но она покупала всегда интересные вещи, которые меня всегда украшали. Меня, моего брата. В семье всегда все было красиво. Была красивая мама, была чистота в доме, был красиво накрыт стол. Вот именно все было красиво. Конечно, у меня был юношеский максималист, который не обошел меня стороной. Когда ты, наверное, находишься в этом подростковом возрасте, тебе кажется, что нужно обязательно все ультрамодное. Ты не понимаешь каких-то даже законов физики и законов пропорций. И на самом деле она на меня не давила. Просто я приходила, смотрела на нее, на ее обстановку. И, наверное, уже просто сама догадывалась, что хорошо, что плохо. Я не настолько смелый человек в плане бизнеса. И мне это было достаточно тяжело. И вот когда уже подросла моя дочь, получив экономическое образование, я, наверное, почувствовала, что у меня есть рядом человек, с которым, наверное, мне уже ничего не страшно. Она достаточно обладает сильным характером. И она очень ответственный человек. Если Оксана видит красоту, я вижу цифры. Вот, наверное, поэтому у нас такой неплохой тандем с ней. А именно в работу я окунулась, наверное, с момента своей свадьбы. Нужно было готовиться создавать три разных образа. И я, наверное, в этот момент оценила важность ее работы, важность ее труда, которым она занимается всю жизнь. И после этого, с течением обстоятельств, у нас получилось уже открыть свои проекты, в которых я ей помогала именно как экономист, как финансист, как организатор поездок, мероприятий. Ну, такая правая рука, как личный помощник. И этот бизнес как-то вот, он очень легко пошел. Феромон, он буквально решился за две недели. А когда уже попробовала что-то сделать одно, да, белье — это интересно, белье — это фундамент каждого гардероба. Но мне хочется больше, мне хочется шире. Только это был вопрос времени. Они оба ребенка, и как в любой семье, они разные. Абсолютно. Разная концепция, разная подача, два разных направления. Но работают они все на красоту, на моду, на нас, девочек. Даже когда я отбираю вещи где-то на отборке, там, в шоуруме, я всегда смотрю и думаю, ну, вот это платье, это точно платье для Саши. А вот это платье для Ольги, вот прям на нем написано «Ольга». Это происходит только потому, что я достаточно близко знаю своего клиента. Ну, вообще, клуб, да, формат клубной системы, ее можно применить в любой сфере. Это, так скажем, наивысший уровень в индустрии услуг. И клиентам почему-то у меня тоже такой вот подход, как материнский, что ли, мне потом хочется этого человека опекать. Мне хочется как-то в дальнейшем с ним сотрудничать, иметь с ним контакт. Полезна ли ему эта вещь в гардеробе? Насколько она себя окупила? Ведь вкладывая деньги в гардероб, мы деньги вкладываем в себя, в свое будущее, в свое продвижение. Разбор гардероба, сопровождение в других магазинах создания и имиджа. Спектр растет и растет с каждым днем. Я не могу сейчас сказать, что кризис – это плохо, или кризис – это страшно, или вот этот кризис, и сейчас все начнут одеваться в масс-маркет. Нет. Кто одевался в масс-маркет, тот будет одеваться в масс-маркете. Кто любит качественную одежду и индивидуальный подход, те будут одеваться качественнее. Просто мы теперь будем более расчетливыми. Мы будем очень четко формировать свой гардероб и очень четко планировать свои затраты. Планы есть. Планы пока, конечно, грандиозные. Что из этого выйдет, увидим. Мысли есть, идеи есть. Сейчас, конечно, мне их трудно обрисовать, какую-то четкую рамку. Но о том, что мы будем двигаться, это я просто уверена однозначно. Будем двигаться. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. нескольч Experience у нас в тесте До свидания. На самом деле, какие-то Beijу. Как это играть, сколько Selecke и ВосемьековBen? Редактор субтимин, многим помощница. Продолжение следует...